Друзья, всем привет! Прошло буквально несколько дней и смотрите, как цветет юг, распускаются цветы. Буквально еще на днях мы с Ксюшей показывали вам, что были только вот такого плана бутоны и уже вот распускаются цветы юги. И это, друзья, восхитительное зрелище. Она у нас цветет круглый год, и зимой, и осенью, и весной, и летом. Ну, просто прекрасно. Вот, цветет, конечно же, не только юга и много других растений. Вот, друзья, у нас уже тут созревает слива. Смотрите, красота! Да, уже вот шелковица. Уже даже некоторые ягодки начинают опадать. Поэтому, видите, у нас бесконечный, бесконечный сорву несколько ягод шелковицы для наших гамадрил. Вот она, черная, такая яркая. Вот, они, конечно, любят угощения. А вообще, мы придем как-нибудь с Ксюшей и тоже соберем полным-полно шелковицы. Ксюша возьмет лестницу, и мы ее будем собирать. Вообще, конечно, я в детстве собирал шелковицу. Мы под ней расстилали целлофановые, даже полиэтиленовые пленки такие большие. И на них трусили. И я залазил на дерево, качал ветки, и шелковица созревшая опадала. Потом выбирали листочки, если листочки падали вместе с ягодами шелковицы. Ну и, конечно же, друзья, потом это все собирали, уже ссыпали с полиэтилена. Вот. Было круто на самом деле. А сейчас у меня прям в данный момент такой возможности нет. Да и задача у меня другая. Шелковица только начала зреть. Совсем в нескольких местах только есть черные, причерные ягоды, которые я успешно собираю. И сейчас я их отдам нашим гамадрилам. Так вот, друзья, все детство собирал шелковицу. Ну, не все детство прям, ну, периодически, когда приходилось. У нас она росла и не составляла никакого труда. Конечно, от вот такой черной шелковицы на руках остаются темные пятна. Но это, друзья, недолго. Выводились они легко. Можно было взять и зеленой шелковицей, еще не созревшей, постирать эти пятнышки. Я не могу, друзья, божественно просто выглядит юбка. Удивительное растение, потрясающее. Я не могу оторвать глаз. Красота. У нас, друзья, кругом. Кстати, еще вот хочу обратить внимание, грецкий орех. Виноград. Вот, смотрите, на орехи уже завязались орехи. Вот, тоже будет ближе к осени урожай. Смотрите, виноград. Ну, сказочно просто. Гроздья винограда. И растет виноград на территории всего зоопарка. Ну, и вообще много растений здесь растут. Вот, вот еще одно дерево шелковицы. Круто. Круто. Идешь, а здесь вот такая красота. Мушмула японская тоже вот плоды дает. Ну, друзья, удивительно. Удивительно. Созреет. Если никто из посетителей не оборвет, то, конечно, все это попадет к нашим питомцам. Снова инжир. Вот еще один куст. Тоже много ягод. Зреют одна за другой. Вообще, инжир чем интересен? У нас он дает два раза в году урожай. Поэтому можно собирать и в начале лета, и осенью. Так что, друзья, тут просто удивительно. Еще шелковица. И так можно, друзья, ходить бесконечно. Вот, смотрите. Сливы тоже зреют. В каштанах. Вон даже каштаны, колючие такие шары завязались. И там тоже. Ну, друзья, это бесконечно. Бесконечно много разнообразнейших здесь растений и цветов. Вон, смотрите, красота. Прям настоящие букеты распускаются в зоопарке. Друзья, их очень много. Много разных цветов и растений. Сказочные виды. Сказочные, красивые. Прекрасно. Прекрасно. Шум воды. Прекрасная погода. Отличное настроение. Вот, кстати, друзья, дошел еще до одной шелковицы. И тоже черные ягоды я соберу и отдам сейчас гамадрилам. Но об этом, друзья, будет следующий ролик. О том, как гамадрилы лопают шелковицу. Они вообще любят все. Все самое вкусненькое, все самое свеженькое. Гамадрилы удивительные обезьяны. А здесь, друзья, вот верблюды. У них уже заканчивается линька. Вот, видите, уже осталась только такая молодая, тонкая шерсть. Вот, а плотная такая шуба сходит. Красота. Да, вон, смотрите, такой классный вид у верблюдах. Ну, удивляет. Ну, и, конечно же, не могу я их не угостить. Моих любимых созданий. Да, обожаю я за ними наблюдать. Люблю к ним приходить. За ними наблюдать можно часами. Можно сесть на скамейку напротив верблюдов и наслаждаться видами. Смотрите, какое, кстати, небо красивое. Красота. Как будто вот... Держите, держите, мои хорошие. Вот, видите, как красиво. И небо голубое, и зелени много. Да, вообще, красота неописуемая. Еще раз хочу показать эти потрясающие цветы. И, друзья... Ой, не отпускают меня верблюда. Говорят, ну, дай еще что-нибудь. Ну, держи. Ох, какое яблоко большое. Да. Так. Хе-хе-хе-хе. В меня не плюем. Нет. Держи. И тебе. Каждому по яблоку цельному. Все. Закончились угощения. Вот они провожают меня. Я к вам приду в следующий раз. Да, друзья, сказочно. Красиво. Зелено и сочно. У нас в зоопарке сказка. Ну, и по такой красивой аллее, по такой красивой улице я иду к нашим гамадрилам. Гамадрилам. Приезжайте, друзья, в сказку. Ну, и, конечно же, общайтесь с нашими потрясающими питомцами. Да, смотрите, какими огромными просто гроздями слива растет. Прям огромные ветки. И она наливается и наливается. Будет тянуть ветви к низу. Ну, а я иду к гамадрилам. Встретимся в следующем ролике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!